привет ребят давно не делал видос всем за это спасибо за задание вот наконец-таки у нас нормализовалась погода поэтому я во-первых возобновил хостить каучсерферов во вторых я теперь гуляю что-то рассказываю опять и возможно вы будете видеть меня раньше если мне будет не очень лень хотите рассказывать вам что-то вместо того чтобы тусить вот но да есть время для тусовок есть время и для видосов так что сейчас хочу подтвердить свои слова тем что тем что у меня есть две прекрасные каучсерфиши привет девчонки как вам осло вот так что первые отзывы у нас позитивные не первые вернее одни из одни из первых вот я уже захостил сколько людей наверное человек 10 за так надо подправить чуть-чуть вот тут а за последний месяц вот да у нас был бывало по 7 по 8 человек в пике так велосипедисты и в общем что вам рассказать во первых хочу рассказать что ну реально началась крутая погода поэтому можно теперь делать это постоянно уже наверное уже наверное месяц как солнце правда по ночам прохладненько но днем хорошо вот так что если вдруг кто хочет приехать в осло то добро пожаловать можете найти меня на каучсерфинге дэн иванов в принципе я не помню ник там у меня с x3 но а или какой-то другой но найти вы можете меня если что напишите в комментариях видео я вам скину ссылку профиля так что плане в плане планов в плане планов на лето вот наверное что все сейчас думают об этом я не знаю честно я не знаю я хотел поехать с другом по норвегии на кемпере вот но друг подслился и поэтому я один то не поеду на кемпере так как у меня нет прав и это дорого поэтому либо мы пойдем с ним позже и я стал думать может быть поехать ну там швейцарию например или в испании или еще куда но с другой стороны как подумаю о температуре в испании мне не хочется туда ехать если честно вот и в общем я даже сейчас может быть думаю о том чтобы просто взять отпуск и никуда не ехать или поехать на север норвегии но без кемпера вот это тоже вариант потому что на работе говорят ну убери отпуск что ж ты бери уже пора бы выбрать ну можно взять конечно на декабрь но зачем мне 25 дней в декабре что я буду делать 25 дней в декабре 25 дней до у нас отпуск 25 дней из них 5 дней это типа стандартные стандартное время которое 5 дней всякие праздники местные кстати 17 будет огромный праздник норвежская там независимость когда осло в осло приедет вся норвегия будет куча народу так что если я буду на этом мероприятии то может быть дети видос оттуда тоже вот а кстати я записываю с нового телефона который он мне уже не новый но по-моему я не заливался его видео поэтому пишите как вам качество видео и самое даже важно пишите как вам качество звука потому что сегодня я поленился взять микрофон и поленился верстать все вместе поэтому ну во первых вам слышно машины я конечно постараюсь не снимать возле трассы больше но насколько вообще адекватно адекватен такой формат пожалуйста напишите в комментариях все ли ок вот что еще из новостей рассказать девчонки есть идеи что рассказать а ну немножко наверно крипто рынке надо сделать как обычно у меня традиционная рубрика и таких прогулок это крипто рынок а крипто рынок пошел вниз немножко у нас сейчас кто-то говорит что блин сейчас биток будет 25 раз продажа бла-бла-бла кто-то этого даже ждал так что друзья если вы ждали до пяток по 18 20 22 то это ваша замечательная возможность если же вы не ждали то то будем надеяться что он скоро вернется к 65 70 а есть крутая крипто новость вот для вас крутая крипто новость mt gox начал выплаты я правда пока ничего не видел чтобы не выплатили и не видел каких-то отчетов об этом но слышал что слух пошел а значит кому-то выплачивать начали вероятно круг крупный крупникам каким-то самым большим аккаунтом так что очень-очень скоро я думаю что может быть качество моих видео повысится в связи с тем что я куплю нормальную технику но в принципе техника неплохая но конечно кого-нибудь радио петличку какой-нибудь отличного качества например взять можно было бы точно хотя мы ее можно взять и так но знаю что у есть лишние деньги это запас хороший лишних денег то всегда приятнее вот так мне нужно не пропустить мой поворот который который будет во первых вот сюда конечно можно было пойти но я туда не пойду блин непривычно а вот так вот туда я пойду вместо этого в гору вот там а до направление у нас сейчас почта так вы уже видели по моему такой видос подобные не знаю поэтому шуту или нет но он не будет я думаю я не смогу вам наговорить на 35 минут потому что я честно говоря ленивый и не составил плана еще не знаю сколько на сколько хватит у меня аккумулятора честно говоря есть шанс что аккумулятор будет слишком быстро раздуваться не нулевой вот возможно я сделаю забивочки я не знаю если мне будет удобно так сделать скорее всего даже сейчас вот и тогда расскажу еще вам пару трое каких-то вещей пока иду в ту сторону а ну и сегодня конечно на суббота поэтому сегодня у нас клубы я не знаю и насколько возможно там вообще снимать и насколько это интересно но напишите опять же в комментариях если это интересно то я скажу в культовых усад в следующий раз и сниму для вас там как происходит вечеринки осло и в крупных популярных местах скажем так это в принципе это в принципе интересно и тем более теперь я более-менее знаю об этом побывал в нескольких местах и есть некоторый опыт так прямое включение через пять секунд и так мы продолжаем с того же самого места где остановились кстати девчонки ушли но они вон и так сейчас мне будет сложно вам что-то рассказывать из-за того что я иду в гору которую вы вероятно уже видели но я все же постараюсь что что еще происходило за все время что не было видосов ну во первых я уже только что сказал что я начал потихоньку изучать местные заведения различные клубы кафе ресторанчики пабы как они работают могу такой небольшой инсайт сделать пока не изнутри но все же многие заведения в осло отличаются тем что выполняют функциональную роль то есть они днем ресторан кофейня вечером они бар а ночью они клуб причем еще одна характерная особенность того что заведения часто крупные большие это может быть два-три этажа две-три аудитории и так далее какие-то разные несколько площадок объединенные под одним как бы местом вот и связи с этим очень часто получается так что можно встретить несколько ивентов параллельно то есть в одном зале будет допустим джаз другом зале будет рок в третьем зале будет техно и клуб и ну естественно это все происходит пятница суббота и воскресенье прочие дни активности меньше но все же тоже бывают живые концерты например в ирландских пабах практически каждый второй день в house of nerds который мы играем на столки стали проводить викторины довольно регулярно минимум раз в неделю викторины совершенно разные на норвежском правда вот музыкальные викторины различные игровые викторины вот и в общем постепенно house of nerds народ народу все больше и больше становится а может вам широкую камеру включить вот народу становится больше и больше и это классно с одной стороны с другой стороны площадка ограниченной вместимости из-за счет этого иногда нас настольщиков немножко ограничивают в количестве столов стульев если настольщиков приходит тоже много то изредка это бывает немножечко некоторой проблемой вот я практически дошел до того места где уже заканчивается подъем так что сейчас я отдышусь и быстро настану наконец-таки нормально говорить специально пойду медленно через этот тоннель сейчас вот что касается коучсерферов еще немножко я сделал интересные маршруты несколько интересных маршрутов для ребят я показываю иногда их если им интересно один из интересных маршрутов находится в моем районе занимает примерно два спина часа вот и он несложный он простой другой маршрут в центре осло тоже примерно на три часа тоже несложный в общем сложные маршруты я но он там есть пара мест в моем местном маршруте которые можно назвать сложными но не очень на самом деле вот пожалуй пойдем вдоль платформы железнодорожная потому что тут ровно очень удобно ходить очень много сейчас птиц вероятно вам их слышно может быть даже они повсюду они кричат в моем в моей хвервен бухте или фискар воль бухте на пляже утки гуси ласточки всякие мелкие вороны синицы всякое такое потом лебеди ну голуби понятное дело и птицы все тусят вместе это прикольно и естественно есть чайки чайки кричащие обычные птиц прям очень много это классно вот я иногда хожу кормлю их хлебом знаю что не рекомендуется хормить хлебом все равно кормлю хлебом потому что семена которые я покупал для них они едят с очень большой неохотой только там где птицы голодные а в этих местах обычно птицы средне голодные потому что их кто-то подкармливает и и соответственно они с удовольствием и хватает только хлеб прям в полете очень выглядит интересно тоже пишите в комментариях если хотите видео с точки где это происходит с такой интенсивностью как я собираю хлеб для птиц я в принципе хожу туда и скармливаю его им вот что еще вам рассказать когда я начал ходить вот культурку сет одно из моих любимых мест я познакомился там во первых у меня есть много общих друзей конечно с настолок мы иногда собираемся и частным образом играть какие-то более сложные длинные игры вот и как раз таки с настолок один мой друг позвал в паб меня и своих нескольких коллег на вот и коллега пришел очень интересный норвег андерс вот мы с ним потом встречались гуляли общались на разные темы вот в общем новые новые знакомые постепенно поднимаю папа поднимается появляется и это круто вот соответственно и этот норвег познакомила также привел в собой свою компанию бывшую свою девушку и свою нынешнюю девушку и познакомил нас с ними вот очень такие открытые приятные в общении девчата вот и в принципе я общался с ними как бы пытаюсь пытаюсь общаться с норвежцами с норвежками ну конечно мой норвежский все недостаточно для того чтобы делать это на норвежском непосредственно но все же потихоньку что-то получается и если бы не типичная занятость норгов то в принципе было бы было бы чуть полегче но в целом все равно в общем мы встречаемся общаемся это здорово я вот не помню куда мне пойти мне нужно вообще-то было в сторону сейчас нужно остановить видос немножко потому что я хочу понять можно ли пойти прямо или нужно все-таки чуть-чуть вернуться сейчас так я нашел новый путь как бы он не сильно новый но немного опять правда в гору поэтому вы сейчас будете опять не слушать запыхавшимся но не страшно так какие у нас еще есть темы кстати ребят те все кто в чате в телеграме и все кто в ютюбе или в library или других видеоблогах куда я загружаю это видео пишите комментарии я имею ввиду пишите в комментариях какие темы вам интересны я вот обычно рассказываю как вы знаете чуть-чуть про криптомир чуть-чуть про осло чуть-чуть про социальную жизнь какую-то осло какие-то лайфхаки про норвегию кстати но если вам что-то еще интересно то обязательно пишите дайте мне знать вот кстати про лайфхаки не помню говорил ли я вам о замечательном она тут даже две новости говорили я вам о замечательном приложении to good to go но если вдруг нет или если вдруг раного не слышали то я вам расскажу to good to go это всемирный проект приложуха под android возможно другие платформы тоже где вы можете посмотреть на точки где магазин ресторана где заканчивается как и точнее где какая есть какая-то еда у которой заканчивается срок ну вы поняли срок давности срок expire expire by best before вот это срок жизни еды и вы можете за очень небольшие деньги 30 40 50 крон это примерно 3 4 5 евро забрать целую пакет в котором будет много разной еды тесно есть вегетарианские опции особенно в всяких площадках типа бейкере то есть пекарнях там очень часто именно вегетарианская еда и это очень круто вот я и я и мои гости частенько пользуюсь этим приложением в частности я им пользуюсь для сыров я иду сырную лавку и в сырной лавке за 99 крон вы можете купить 3 сыра так как сыр хранится достаточно долго то я успеваю спокойно его приготовить или съесть в том или ином виде вот поэтому если вдруг вы путешествуете где-то есть сервис the good to go можете им пользоваться сервис хороший удобный приложуха чудесный вот немножко новых видов что было не совсем скучно мы сейчас капельку идем назад потому как я пропустил верный поворот но зато мы имеем новое окружение вокруг нас вот вторая новость это то что я попробовал себя скинуть вес у меня приближался вес но это было несколько месяцев назад может после нового года то есть уже достаточно давно но все же у меня так как я не писал видосы то вы об этом как бы не слышали не знаете у меня приближался вес 80 я подумал что 80 хватит терпеть нельзя столько весить очень много и мой нормальный вес это типа 70 значит нужно 10 килограмм забрасывать вот но я взялся как бы за такую простую достаточно диету который сам себе придумал честно говоря никуда не смотрел ничего особо не читал по этому поводу потому что знаю что очень разная эффективность но я принял за актиома что если есть меньше еды то вес уйдет со временем при при сохранении той же у того же уровня нагрузки который вам комфортен вот и я решил есть один раз в день и ну это не то что прям сказать супер строгое правило ничего подобного если я съем там дополнительно в день какую-то одну булочку или поем два раза в день совершенно ничего страшного просто я стал стремиться есть один раз день вот и это ребятки дало офигенный хороший и очень быстрый результат поэтому если вдруг вы хотите сбросить вес то знаете что этот способ работает проверен и кстати я думал что вы мне будет мне будет хотеться есть что я в нем не будет не хватать энергии или что-то подобное или что мне бы хотеться есть потому что вкус еды и хочется да почувствовать и так далее так вот я вам скажу первый второй второй третий день самый офигенный когда перестаешь есть так себя офигенно чувствуешь во-первых появляется больше энергии потому что организм тратить меньше энергии на переваривание пищи во-вторых вы не тратите время на готовку не тратите время на покупку и деньги на покупку продуктов ну тратите конечно но не так много вот кстати недавно прошел выпускной вот эти автобусы руси bus как они называются руси это название выпуск но вот и как бы выпускники катаются таких автобусах с громкой музыкой и это вот было буквально недавно но они по-прежнему катаются на самом деле просто не так часто как на выпускной конечно же что самое интересное у меня есть некоторые друзья которые примкнули к норвежцам я думал что это практически невозможно и маловероятно но нет оказалось что все-таки это не совсем закрытое мероприятие и при большом желании можно примкнуть к этим нестандартным необычным и видно вот смотрите кстати фургон для лошадей очень много лошадей вообще на самом деле в норвегии мне кажется третья индустрия после айти и нефтянки которая здесь процветает это что-то связано с лошадьми вот сейчас может быть еще небольшую паузу конечно же я только сейчас понял что у меня в при видеозаписи кнопка паузы вместо того чтобы останавливать я мог просто нажимать паузу и тогда у меня был бы целый файл я мог бы сразу залить ну да ладно опыт приходит со временем новый телефон новый интерфейс вот вот в общем что вам еще рассказать принципе уже на две трети приблизились к destination вот я как обычно за время что отсутствовал я изучил много новых настолок приобрел себе набор настолок кстати могу сделать обзор на них если короткий не на каждую игру конечно коротки на все игры обзор рассказать что у меня есть за игры вот и если вам интересно то пишите тоже об этом в комментариях я сделал такой обзор я планирую конечно покупать больше настолок различных и экспериментировать с этим форматом но пока что у нас традиционная тема это каждую среду каждый четверг в среду я участвую на столках от винстона в house of nerds а в четверг я провожу свои мероприятия тоже там же в house of nerds фактически два дня в неделю и в принципе это очень круто потому что получается выиграть в несколько новых игр обучить нескольким играм которым я знаю который я уже знаю друзей знакомых кто приходит в наше мероприятие к тому же мероприятие размещается на метапе в группе экспо ценосло там порядка 6250 человек по моему сейчас постоянно добавляются новые люди постоянно приходят новые люди ну естественно у нас есть такой костяк регуляров так скажем кто приходит постоянно и есть есть люди кто приходит время от времени а есть те кто приходит там один раз два раза по разным чей-то вход в дом но я все равно не могу вам не показать вид вот у кого-то вход в дом крыльцо вот находится прямо тут есть замечательный чудесный вид божьей коровки тематика божьих коровок вот так же я запомнил что исследовал лучше свой район и теперь я ну вот не эту его частью кей где сейчас начиная дома больше на юг и на восток на юг и на восток практически все маршрута пути знаю нет необходимости пользоваться навигацией что здорово вот а есть еще новость про электробусы у нас добавилось много электробусов больше мне кажется больше половины уже маршрута в осло стали электробусными в том числе на моем маршруте что очень круто и приятно также в плане транспорта в осло новые трамваи их пока не сильно много но они наверно на вскидку скажу 5-10 пока по-прежнему ездят три поколения то есть самые старые такие угловатые потом среднее поколение менее угловатые но все еще угловатые но более целостные как бы низкопольные чуть-чуть и третий вариант самый низкопольные самые такие плавные современные вот их меньше всего пока но их уже выводят на дороге и это радует потому что если автобусный парк в осло обновлять очень быстро и это очень круто ну электробусный автобусный то это правило не касалось трамвайного парка и он обновлялся медленно ну вот наконец-таки настало время для того чтобы трамвай обновить впрочем мне кажется что начинка всех трех поколений трамваев идентична потому что они все все одинаково быстро ездят примерно до 80 километров в час они могут свет все три вида трамваев разгоняться все едут плавно в основном за счет того что постоянно меняют обновляют конфигурацию вот этих вот дамперов дампферов то есть стелят специальный какой-то состав асфальта очень мягкий вокруг рельс стелят какой-то такой белый мягкий материал что ли в общем делают очень крутую подготовку и с каждым годом она все круче и круче и трамваи становятся по качеству уже как поезд очень очень плавно обычно он был все-таки чуть чуть более жесткий чуть более такой как бы резкий но сейчас реально подходит качество по поездам и поезда здесь просто вышка вот мне кажется особенно последние новые поезда которых большинство уже кстати они прям наимягчайшие наиплавнейшие и просто шикарные пользоваться поездами здесь одно удовольствие так по логике если я ничего не перепутал то мы должны отсюда где-то сейчас подходить к я брю я брю это неподалеку ну как неподалеку 35 минут скажем что неподалеку . где у меня во-первых трамвайна остановка во вторых почта находится и магазин и если мне не изменяет память то это после вот этого спуска не все чуть чуть вперед но чтобы убедиться на сто процентов давайте-ка я попробую функцию паузы и мы посмотрим насколько вообще это работает особенно между сворачиванием приложения хотя перед тем как включать функцию паузы все-таки гляну что у нас за поворотом может быть я узнаю наконец-таки узнаю конечный фрагмент пути я точно тут ходил я точно знаете места но я не уверен на сто процентов что я должен был где-то повернуть раньше так что все таки давайте попробуем паузу есть хорошие новости плохая хорошая новость в том что я шел верно и все мы сейчас придем уже скоро осталось немножко плохая новость в том что если сворачиваешь камеру то функция паузы не работает вероятно тогда скорее всего и при блокировке телефона функция камеры будет не работать функция камеры господи при функция паузы в камере соответственно тогда получается что функция паузы в камере вообще полезно только если вы просто хотите буквально нам пару мгновений остановить видео и например что-то прокомментировать кому-то да или что-то достать в этом случае она полезна так наверное не очень удобно но возможно это можно решить с помощью использования другого приложения камеры либо наверняка это может решить точнее либо же выставив камере какой-то приоритет в системе чтобы она не экономила ресурсы но я посмотрю на это позже вообще конечно было бы очень удобно с учетом того что сейчас я с одним телефоном хожу хотя формальном я мог просто зарядить 2 иметь 2 для навигации наверное этот вариант не требует никаких дополнительных телодвижений вероятнее всего к этому варианту я вернусь потому что я всегда раньше если вы помните записывал видео с двумя телефонами и это также удобно тем что и при не при желании могу вам показать какие-то локации какие-то адреса прямо поверх видео в общем да пожалуй это стоит сделать а я сказал про новый телефон я не сказал что это google pixel 5a 5g с аудио джеком это последний google пиксель который вышел еще нас как бы скажем произведенный не самим гуглом да то есть тут еще про снэп дрэгон и корпус такой более традиционный могу сказать это телефон мне нравится всем кроме аккумулятора то есть принципе претензий к нему особо нет очень хорошая камера очень приятно очень кайфовый делает портреты по скорости работы полностью меня устраивает по объему памяти у меня все время занят только половина то есть достаточно много памяти и собственно говоря только аккумулятор то есть аккумулятор да к сожалению он здесь ровно работает день если вы не сильно много пользуясь телефоном то он проживет и 2 но проживет его только на Ну, короче, на второй день будет 40%, если вы не сильно много пользуетесь телефоном. И, соответственно, эти 40%, если вы с такой интенсивностью будете пользоваться телефоном во второй день, как и в первый, то к середине второго дня он по-любому сядет. Вот. Ну, как бы с другой стороны, все остальное про него очень позитивное. То есть, я даже не знаю, можно ли здесь отметить еще какой-то минус, кроме аккумулятора. Все остальное мне очень нравится. Единственное, наверное, еще, да, можно отметить минус, я знаю какой. Это лопаты, лопаточность. То есть, да, все у слайера. У слайера маленьких телефонов, у слайера, когда вы можете обхватить телефон рукой. У меня небольшие руки. Вот. Поэтому я предпочитал, когда я могу все-таки вот так взять телефон. Теперь уже нет. Теперь уже, если вы хотите потянуться рукой, нажать что-то слева-сверху, хоть есть, конечно, жест назад, но в некоторых приложениях, которые не предусмотрели удобного управления, естественно, этот жест назад может не срабатывать, или там может быть какая-то кнопка профиля слева-сверху, или что-то. Соответственно, если у вас в правой руке телефон, и вы хотите сингл-хенд пользоваться, то это все. Это, то есть, телефон падает из рук, и поэтому я сейчас вижу, что у большого количества людей, даже у тех, кто явно не делает там селфи, немного пользуется телефоном, то есть, он не использует телефон в работе постоянно, да, то есть, для таких людей, которые просто там редко пользуются телефоном, все равно у многих сейчас лопатофоны, и народ стал прилеплять вот эти липучки, знаете, огромные сзади, колечки, липучки, корпуса с колечками, с липучками, чтобы просто телефон держать. Очень много, очень много людей, кто так делает. Ну, просто потому, что тупо варианта нет. Иначе, каждый раз, когда вы реально тянетесь к дальним границам экрана, если вы, соответственно, левой рукой пользуетесь, то это верхний, правый, если правой рукой, то это верхний, левый границ экрана, то телефон норовит выпасть. Благо, с пикселем, в принципе, балансировка веса мне здесь нравится, но некоторые телефоны очень любят странно и странно располагать внутри корпуса все, и, соответственно, бывает, что вы его держите за низом, он норовит упасть вперед, что вообще весьма неудобно. То есть, когда у меня был буст, у него аккумулятор был внизу, но он у меня сейчас, в принципе, есть, и его можно было просто ставить на мизинец. Вот таким вот образом, и за счет того, что аккумулятор внизу достаточно тяжелый, этого всегда хватало, и не нужен был никакой чехол, никакие кольца. И, несмотря на то, что он был довольно толстый, довольно широкий, довольно высокий, то есть, он поменьше, чем этот, конечно, но побольше по толщине, но поменьше по всем двум остальным измерениям, но он вообще не норовил выскользнуть из руки. Этот телефон, вот пиксель, я могу сказать, что в 30-40% случаев, наверное, когда такие ситуации возникают, он все-таки норовит. Но, опять же, не так плохо, как те телефоны, которые вот прям постоянно это делают, то есть, их просто достаточно взять за середину, и они переваливаются и падают, и попадают из руки. И чаще всего, когда это происходит, они переваливаются, и попадают из руки, они падают экраном вниз или боком, и либо чип на экране, ну, то бишь, дент, ой, как же это по-русски сказать, скол, да? Либо просто экран разбивается вообще. Вот. Поэтому, ребят, могу посоветовать, телефон хороший, если вы в рамках дня его используете не больше, или если у вас с собой пауэрбэнк, то проблемы нет, либо вот у нас в автобусах зарядки, например. Поэтому, в принципе, я не испытываю какой-то особой проблемы. За все время пользования пикселем это, наверное, примерно полгода. Ситуация, когда он разрядился в неподходящий момент, была только один раз. Ну, то есть, это 22 раз ситуация такая в год будет возникать, но... И это при том, что я не ношу с собой пауэрбэнк. Ну, иногда бывает, но чаще всего не ношу. Вот. В принципе, я пришел в Матхрокин. Сейчас мне нужно будет забрать посылку, не выгрузить бутылки на сдачу. Вот вам немножко информации об этом. И подумаю над темами. Если темы не закончились, то сделаю еще один фрагментик или два. А если не смогу придумать тему, то тогда спасибо всем за внимание и увидимся в следующих видео. Пока-пока.